Добрый день, добрый день, добрый день. Итак, передача «За независимую Латвию» в студии Edwin Sputte. У нас прекрасная погода, красивая. Будем говорить о очень красивой акции с не менее красивой нашей гостей сегодня. С Маргаритой Драгеля, добрый день. Ну и так, будем говорить о, хотел сказать, всесоюзной, всемирной акции «Бессмертный полк». Ну, расскажите в пару словах об истории. С чего это началось? Ну, началось это в 2012 году, тогда, когда молодые ребята из Томска праздновали 9 мая у себя в городе. И они, просто я с ними в этом году встречалась, и они, скажем так, рассказали всю историю о том, что как это появилась идея. И они всегда традиционно приходили к месту своего празднования в Томске с портретами своих дедов. То есть такая традиция уже была? Да, ну нет, это была их традиция там в узком кругу из трех-пяти человек. И они, говорят, вот, значит, подходят к концу очередной праздник, и мы думаем о том, что надо, наверное... Ведь это ценность не только для нас. Возможно, что и другие люди готовы поддержать этот, скажем, формат. Для них это очень важно тоже прийти с фотографии своих предков, членов семьи, которые воевали на стороне стран антигитлеровской коалиции. И, в общем-то, разгромили гитлеровскую Германию и одержали победу 9 мая. Ну, они, в общем-то, поговорили один год, и на следующий год объявили уже вот такую акцию, которая... Ну, объявили как это, в сети где-то? Да, и они работали на радио, у них была своя радиостанция, они, в общем-то, использовали, скажем, пространство своих возможностей. И запустили информацию о том, что готовится акция, которая называется «Бессмертный пол», которая заключается в том, что все, кто чтит память своих героев, членов семьи, с их портретами, в 9 мая выходят на улицу и проходят маршем, таким образом демонстрируя свою веру, свою память, ценность, то, что они сохраняют, опять-таки, память о своих погибших, о своих членах семьи. И, ну, такая стандартная фраза «Победа», да, и вера в светлое будущее, и благодарность за то, что подарили, скажем, это мирное небо над головой. Вот, это был 2012 год, и потом эта акция стала постепенно разрастаться по миру, потому что, в общем-то, я думаю, что сейчас есть разные, скажем, трактовки истории, но в любом случае, наверное, на постсоветском пространстве среди русских людей, да, среди, как говорится, потомков воинов, которые воевали на стороне стран антигитлеровской коалиции, ну, наверное, мало семей есть таких, в которые Вторая мировая война не постучалась и, скажем, не оставила какого-то своего черного следа. Да, так или иначе. Ну, конечно. Вот, и, в общем-то, я думаю, что такая простая человеческая ценность, память своих предков, память традиций в семье, вот она и, скажем, запустила вот этот вот весь процесс по разрастанию акции «Бессмертный полк» уже не только в пределах города Томска и тех ребят, которые его придумали, но, в общем-то, и по всему миру. Ну, сегодня, наверное, легче рассказать о тех странах, где его нет, потому что он есть и в Соединенных Штатах, и знаю, что в Германии, и так далее, все это. Более, по-моему, я боюсь ошибиться, но, по-моему, где-то 50 стран, 50-60 стран по миру, да, в прошлом году они прошли, ну, то есть в них был реализован в большей либо меньшей мере, но полк, он там проходил. Ну, а как в нашем Рижском полку прибыло? В нашем Рижском полку, конечно, прибыло, то тоже, наверное, надо сказать немножко об истории. Мы, опять-таки, тоже сидя, вот примерно в таком узком кругу из трех-четырех человек, сидели как-то и обсуждали, а давайте мы тоже сделаем такой праздник, как видел один из наших организаторов, когда он был в Санкт-Петербурге на праздновании 9 мая, когда он, и он рассказывает, что, представляете, по Невскому проспекту идут сотни тысяч людей с портретами своих отцов, дедов, прадедов. Давайте мы в год 70-летия Победы, это было три года назад, мы тоже сделаем такую акцию. Идея нам показалась очень, скажем так, заманчивой и интересной, потому что и у меня, соответственно, есть своя история в семье, и, в общем-то, у многих людей, которые включились в эту акцию, не только как организаторы, тоже есть свои истории страшные и счастливые. И мы начали, скажем так, готовить это мероприятие, и тоже пустили в массы вот эту вот идею, ценности сохранения памяти о своих предках и демонстрации, соответственно, лиц героев, вот этих молодых ребят, солдат, которые воевали. И в первый год нам удалось собрать по разным подсчетам, это было от тысячи до полутора тысяч человек, в общем-то, нам казалось, что это Риги, это уже ого-го, какая толпа. Это был первый год. Но на второй год, по разным подсчетам, уже дошло количество людей в полку до семи тысяч. То есть, в общем-то, прибыло. Да-да-да, то есть, получается, что эта акция, эта простая человеческая ценность является актуальной и важной и для наших жителей Латвии. Потому что мы говорим о том, что в полк встают не только воины Второй мировой войны, потомки, а потомки тех солдат, тех людей, которые воевали на стороне стран антигитлеровской коалиции. Поэтому в этом смысле мы немножко расширили рамки и можем гордиться тем, что в прошлом году в строю полка были имена и фамилии, написанные не только кириллицы на портретах, но были и на латышском языке, и, по-моему, несколько даже на английском. И в этом смысле мы считаем, что, наверное, эта акция может быть одна из немногих, которые сегодня реализуются в нашем гражданском обществе, которые могут объединить людей, которые в любой другой ситуации не стали бы рядом. А ведь стараются. Стараются и разбавить, и противопоставить латышей русским, европейские праздники, которые как-то очень случайно в тот же день. Мы знаем, что такие примеры в истории много. Как Вы смотрите на эти попытки противопоставить по этническому вопросу то, что делается, к сожалению, не с лучшей стороны? Я был позапрошлом году в первом бессмертном полку, нес портрет своего деда Михаила Бок, который, к сожалению, не дожил две недели до освобождения Риги. Он руководил подпольем социал-демократов здесь, в Риге, и немцы чувствовали, что им каюк, и делали максимально всю зачистку, что они могли сделать, что они не успели в свои страшные дела. И моего деда забрали и увели. Последняя его видела дворечек. На лестнице. Да. Когда я помню эту историю, потому что мы как раз собираем истории воспоминаний в книге памяти, и мне как раз эта история очень запомнилась. И больше его, кроме вот той лестницы, никто не видел. Никто больше никогда не видел. Так что я счел своей честью участвовать в этом. И что интересно, тоже в этой истории есть продолжение. Мой сын, то есть внук Бока, учился в Лондоне, закончил архитектуру, пожил в Лондоне, сейчас он живет в Берлине. И ему была интересна история своего деда, и у меня был этот портрет, сохранился с бессмертного полка. Я ему его, когда он был в Риге, передал, и мой дед дошел до Берлина. Таким образом, его портрет дошел до Берлина, как бы ни было, руками его внуков. Очень красиво. Так вот, на самом деле, в этом, вот, вы, в общем-то, сейчас уже, наверное, ответили на тот вопрос, который задали мне, как я отношусь к этому разделению. Знаете, как я к нему могу относиться, если, как бы, в ответ, я расскажу, наверное, тогда свою историю. У меня семья, получается, исторически живет одна сторона в Латвии, а другая сторона в России. И отец, дед, нет, отец моей мамы, он был гражданином Первой Латвийской республики по фамилии Степанов. И, таким образом, вся моя семья получила гражданство по праву наследования. И к чему я это говорю? К тому, что мой дедушка, он, мало того, что он знал всю историю, всю историю не только Латвии, но и России, он водил экскурсии по Эрмитажу, при этом владел четырьмя языками. Русский, украинский, латышский и немецкий. И он говорил о том, что интеллигентный человек, особенно проживающий в Латвии, за счет того, что здесь у нас просто территория такая, он должен владеть языками и должен уважать свою культуру страны, в которой он живет. Таким образом, он жил на две страны, с одной ногой в Латвии, с другой ногой в России, но при этом бдил и сохранял историю и культуру и одной из своих, как бы, частей личности и другой. Любая культура – это богатство человека. Поэтому в этом смысле, как я могу лично относиться? Никак. Я считаю, что, конечно, разделять по национальному признаку, особенно в условиях нашей исторической, как бы, ситуации, тогда, когда не мы куда-то уехали в свое время, а в 91-м году страна уехала от нас, это просто кощунство, скажем так. А можно разделять, люди, в общем-то, сами же разделяются по каким-то ценностям, по каким-то принципам жизни, но бессмертный полк, мне кажется, это такое мероприятие, которое не на разделение, а на оборот, а на сплочение, потому что воевали же все, вне зависимости от разреза глаз, цвета кожи, национальности и так далее. Поэтому в этом смысле те семьи, в которых чтят память своих предков, которые считают, что вне зависимости от каких-то политических строев, все равно люди погибли, люди отдали жизни и здоровье, они могут встать в наш строй и почтить память тех своих членов семьи, близких, которые положили здоровье и жизнь для того, чтобы история повернулась так, как она повернула сейчас. Вот мне лично очень жаль, что очень мало, либо практически вообще нет информации на латышском языке об этой красивой акции. Почему? Есть достаточной информации в Ачете полиции безопасности. Верю, верю. Потому что, когда я публикую какую-то информацию, благо, сегодня появилась на спутнике информация об юрмальской акции, так что мы знаем, что это будет также и в Юрмале, не без помощи нашей партии происходить. Вот. Но ко мне обращается много латышей и спрашивают, а что ты там с этими русскими? Говорю, нет, я со своим дедом. Как со своим дедом? Ну вот, я рассказываю эту историю, которую я уже рассказал. И оказывается, мне оказывается, это всем известно, что было 130-й полк и так далее, и так далее. И были просто пострадавшие крестьяне, которые, лесные братья, выходили из лесу и просто расстреливали. Это тоже пострадавшие во время войны. И я думаю, что найдутся многие, которые бы хотели бы участвовать с портретами своих близких, но они об этом не знают. Либо это воспринимают как что-то неотношающееся к ним. Очень важно переломать этот рубеж. Этот рубеж переломать, правда, очень важно. И мы, в общем-то, стараемся это сделать. Но, к сожалению, тут опять-таки, пускай им там и кается, мы не можем обойтись без той, скажем, помощи, в кавычках, которую нам оказывают определенные органы. Потому что тогда, когда в информационном пространстве, на латышском языке в основном, в отчетах полиции безопасности открыток, которые публикуются, пишется то, что организаторы акции из года в год являются прокремлевскими агентами, что они влияют на мысли людей, что они там зомбируют их, что они празднуют так называемый День Победы. То есть это уже такой отголосок неприятный. Так называемый, да. Так называемый. Так называемый. Самопроизглашенная Республика Латвия. Абсолютно, да. Так называемый День Победы и так далее. Можно продолжать цитировать уже, на цитаты можно разбить за последние три года их работу. То, конечно, это формирует определенные политические предубеждения относительно тех людей, которые делают это мероприятие, относительно самого мероприятия. Я на самом-то деле скажу больше, что в этом году можно наблюдать, что эти предубеждения формируются не только среди латышскоязычного населения, но также и среди русскоязычного. Тогда, когда всем известен, как говорится, прошлый год, как такая показательная порка организаторов, да, это лишение аккредитации частной школы и новой, это принятие закона о лояльности или нелояльности педагогов, да, когда опять-таки непонятно, какими килограммами эта лояльность взвешивается. И к чему, наверное. И к чему, да. Это ситуация с иском Елизаветы Кривцовой против полиции безопасности о незаконном включении ее имени туда. Тогда, когда суд даже отказался рассматривать ее аргументацию, то есть все это формирует такой, скажем, оттенок того, что ну а зачем, ну а зачем вы это делаете? Ну вот, ну как бы, а зачем вы нараженые, провоцируете, да. Да, и тогда, я могу сказать честно, что в этом году, примерно, наверное, до марта месяца, я даже думала, что я не буду заниматься полком в этом году. То есть и вправду, где-то я стала чувствовать для себя какое-то сло. Многие руки опускают в каком-то моменте. Ну да, потому что, конечно, прошлый год он ознаменовался такими жесткими, я бы не назвала бы их репрессиями, но репрессиями возьмем в кавычки, потому что на самом-то деле, конечно, жизнь попортили организаторам так нормально. Вот, но тогда, когда мне стали звонить бабушке и дедушке, спрашивать, будет ли полк, когда опять стали приходить истории о воспоминаниях о своих членах семей, тогда, когда я в очередной раз открыла фильм с прошлого года и посмотрела, как все это было, я поняла, что есть, наверное, все-таки какая-то красная линия, за которую вот, ну вот уже нельзя. То есть, в общем-то, можно, конечно, так посмеяться сказать, ну и так мы уже в отчете безопасности, что нам там дальше еще боятся. Да, то есть, в общем-то, нас и так уже все знают. Ну и по физике опереться можно на то, которое сопротивляется. Да, да, да. И я поняла, что, наверное, это то, что я сама себе не позволю продать либо отдать за что. Потому что в любом случае в этой стране, к сожалению, я буду другая. И даже если я сейчас откажусь от бессмертного полка, мне это ни в плюс, ни в минус не сыграет. Но я сама себе этого просто не прощу. И те люди, которые включились в этом году тоже в подготовку, это в большей либо меньшей мере, это основная проектная группа, которая делала полк все три года. Мы все мыслим именно так. Есть красная черта, за которую заходить нельзя. Вот память наших близких, память о наших, наших семьях, которая сохраняется. Ну вот дальше, наверное, нельзя. А что надо сделать, чтобы участвовать? Вот чисто практически. Чисто практически. Те, которые нас услышали и, наверное, хотят нам позвонить по телефону 67241100, чтобы задать свои вопросы сейчас, либо во втором поучастии. Что надо сделать? Ну, для начала, если вы принимали участие в шествии в прошлом году и позапрошлом году, вы, в общем-то, наверное, готовы. У вас есть портрет. Тогда делать ничего не надо. Надо просто прийти к полчетвертому на Кансима-14, потому что полк пройдет по традиционному маршруту от Кансима-14 по Слокос до памятника освободителям. Вот, прийти в полчетвертого туда и вместе с колонной в 4 часа двинуться по согласованному маршруту. Если же у вас нет еще основного, скажем, основного вот этого атрибута акции, а именно это планшет на штендере, да, то есть это ваша фотография вашего героя с рукояткой, тогда это можно сделать либо самостоятельно дома, в любом формате, как вы себе это представляете, потому что здесь же важно не то, каким образом это будет оформлено, а то, что вы о нем вспомнили. Поэтому память, скажем, от формата фотографии, она от 4, от 3, либо от 5, она не увеличивается и не уменьшается. Любовь тоже. Хороший тезис. Да. Поэтому в этом смысле не, как говорится, не стремитесь за какими-то шаблонами, делайте так, как вам кажется удобным и хорошим, вплоть до того, что вы можете прийти просто с фотографией и пройти, держа ее в руках, в рамочке, не обязательно вот над головой. Значит, второй вариант, это вы делаете сами дома, потому что в прошлом году, если посмотреть по фотографиям, было видно, что часть людей делали прям такие комплексные фотографии, где было по 2, по 3, по 4 фотографии. Некоторые делали прям вообще красивую, чуть ли там не в золотых рамках. То есть в этом смысле это вот ваше желание, ваша готовность, ваша фантазия, то, как вы это оформите. Но, к сожалению, наверное, не у всех есть мужья, которые могут сколотить рукоятку и средства для того, чтобы сделать красивый портрет. Тогда мы призываем к следующему. Мы просим имеющиеся у вас фотографии в любом фотоателье, либо копировальном центре, везде, где работают с фотографиями. Очень много маленьких киосков у нас по городу. Вам надо фотографию вашего родственника увеличить и распечатать в формате А4. Это будет стоить копейки, и вам, в общем-то, это сделают очень быстро, прямо на месте. И с этой фотографии вы можете прийти в субботу, вот в эту субботу, завтра, и еще в следующую субботу в центре Риги у нас будут проходить символические субботники, где мы сможем помочь вам наклеить на каркас. У нас есть такой простой каркасик, это плотный картон с палочкой, на которую можно наклеить фотографию и приходить. Куда? Куда? Вам надо зайти на сайт polk.lv и заполнить анкетку, что вы хотите прийти, и вам тогда на почту выйдет, пришлется адрес и время, и место, где мы собираемся. Polk.lv Да, polk.lv, либо по телефону, это для тех, у кого нет компьютера, я могу продиктовать, чтобы записали. По телефону 267-44-780, я, наверное, сейчас еще раз повторю, 267-44-780, можно позвонить и записаться на этот субботник. Он будет проходить в субботу с 2 до 6, адрес вам будет сообщен по телефону, либо, соответственно, в ответном письме на форму регистрации. И там мы сможем вам помочь уже наклеить вашу фотографию на вот этот вот каркас, штендер, планшет, его все называют по-разному. Ну, прекрасно. Так что звоните, задавайте вопросы, а пока у нас музыкальная пауза.